Примерно в тысяч километрах от Москвы на правом берегу реки Волга есть небольшой провинциальный городок Новоульяновск, о котором большинство из вас, скорее всего, даже и не слышали. Что касается меня, тут я родился, где-то здесь учился с дедом водить машину и тут же проводил летние каникулы. Кстати, детские площадки, на которых я играл в детстве, живут на улицах города по сей день. Такая вот преемственность поколений. Улицы Новоульянска повсеместно украшены клумбами из покрышек белазов, которые тут колесят от карьера к карьеру, а на центральных улицах города сидят бабушки и торгуют тем, что смогли вырастить на своих огородах. Что касается самого города, появился Новоульянск на карте тогда еще СССР, примерно в 50-е годы прошлого века. По сути, благодаря началу строительства градообразующего предприятия Новоульянского цементного завода. Строился завод, развивался город и все верили в светлое будущее. Потом 90-е дали по списку и в 2018 году завод закрыт. И вот от стен почти заброшенного, некогда градообразующего Новоульянского цементного завода начинаются наши дорожные приключения вдоль Волги. Мы тем временем переправились на противоположный от Новоульянска берег к Тургенецким островам. Они же в народе известны как Банны. И на один из этих островов мы сейчас планируем перебраться, но для этого нам нужна лодка. И тут нам на помощь приходит Марат, один из местных рыбаков. Друзим из машины к Марату в лодку все самое необходимое для жизни в диких условиях и отчаливаем по водной глади искать укромное местечко. Пока, Таня. Пока, дядя. До встречи. Смотри какая узкая щелка. Как в Амазонке. В отличие от нас Марат хорошо знает систему островов и буквально через 15 минут зигзагообразных веляний вдоль проток высаживает нас на абсолютно диком островке. Разворачивается, уплывает, но обещает через несколько дней за нами вернуться. А теперь, пока все спят, можно рассказать вам историю этих островов. Ведь появились они благодаря деятельности человека. Если в двух словах. Стране нужна была электроэнергия. И еще в 1910 году появилась идея энергетического использования Волги. И уже в 1950 году началось строительство Куйбышевской гидроэлектростанции на реке Волга. В основном силами заключенных ГУЛАГа она была построена почти за пять лет. И уже в 1955 году началась самая ответственная часть работы – перекрытие реки. Для того, чтобы перекрыть естественное русло, на дно Волги менее чем за сутки было сброшено 1765 десяти тоннных пирамид из железобетона. Волга была перекрыта за рекордные 19 часов 35 минут. И началось наполнение Куйбышевского водохранилища, которое, кстати, теперь является самым крупным искусственным водохранилищем в мире. В зону затопления попали 270 населенных пунктов, в том числе и село Тургенево, благодаря которому и названы Тургеневские острова. По другой версии, эти острова называют Банными, благодаря озеру Банное, которое тут было до затопления. В летнее время вода в озере не опускалась ниже 30 градусов, и жители ходили в это озеро помыться, как в баню. Но самое прекрасное в этих островах сейчас, что, приехав сюда, можно отключиться от городской суеты и насладиться единением с природой. Но единение с природой длится недолго, ведь, как говорится, святое место пусто не бывает. И уже к выходным на Банное острова начинает стягиваться Бамон со всей Ульяновской области. Звуки природы сменяются громкой музыкой с яхт и катеров. И если громкая музыка на природе – это дело вкуса, то то, что вы сейчас увидите, действительно ужасает. Самое время полетать над островами. Да, запускаем. Открывай коробку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok На этом водная часть нашего путешествия заканчивается Грузим вещи обратно в машину и отправляемся вверх по Волге, в сторону Казани Но по совету знатоков Татарстана решаем внести в наш маршрут небольшую корректировку Семок хватит всем! Субтитры создавал DimaTorzok Вообще, надо признаться, что до этого момента про Булгар я практически ничего не знал Зато теперь я точно знаю, что тут есть уменьшенная копия Тадж-Махала, она же Белая мечеть Перемещаться по территории древнего городища лучше всего на Гольф-Каре, особенно под палящим летним солнцем В этом здании хранится самый большой в мире Коран, размером 1,5 на 2 метра и весом более 800 кг И еще я осознал, что татарский язык я совсем не знаю Нам вот туда Столько сил потратили, чтобы подняться наверх, а тут все заклеено каким-то стеклом А теперь нам вот туда Мы ждали от Финиша чего-то большего, а там все пластиком заклеено А там вот о голубей усы Волгу начали там гадить, начали яйца нестись, там прям туристаль ходит по этим яйцам КОНОБИЛя Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...